Итак, друзья, всем опять привет. Мы собрались тут не просто так, мы собрались тут для того, чтобы я выложил последний видеоролик по Блэк Рашу на этой неделе, и мы уже как-то более-менее подошли ко всем прочим вещам, и в общем-то, всё будет, всё будет из того, что мы обсудим. Мне кажется, что по поводу всего этого нужно сделать отдельный новостной выпуск, нужно сделать все прочие вещи, и в общем-то, давайте перейдём к самой новости. Блэк Рашу показали гаражный кооператив. На одном с гаражей даже есть граффити. И с гаражей, и из гаражей даже есть граффити Сергея Бодрова, актёра, сыгравшего главную роль в легендарном фильме «Брат». Ну хоть тут, вот под конец каких-то опечаток нет, хоть это, хоть что-то, вот знаете, Ромка Злобин довёл до ума всё-таки. Вот мне это нравится, то, что вот прям, знаете, не всё говно. Типа, он, конечно, ошибся, пиздец, потому что, видём, писал, да, с айфона, тут яблочко есть, все прочие дела. Но, тем не менее, да, 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 да. Но, ладно, ладно, как бы ничего не поделаешь, и типа, ну да, Ромка Злобин ошибся. Мы можем сказать то, что все люди ошибаются, но, конечно, не 55 раз, блядь, на очевидных вещах, которые можно отредактировать ВКонтакте. ВКонтакте даже не будет показано, что пост отредактирован. И, в общем, много ещё всего есть, но Ромка Злобин всем этим, как бы, не пользуется, не делает и вообще не просит, типа, ничего подобного делать. И, в общем-то, да, я думаю, что Рома Злобин на всё это имеет абсолютно точно полное право. Я уже делал очень много видеороликов по поводу лайфсампа, по поводу лайфмобайла, по поводу Ромки Злобина. Я уже очень много обсудил новостей из всех вот этих вот новостных журналов. Я много всего сделал, и я думаю, что хватит. Всё, хватит. То есть, всё это, типа, ну, всего этого хватит. Я больше не знаю, что можно сделать. То есть, всё, ладно, я уже обсудил то, что он ошибся, то, что там, знаете, все люди ошибаются, то, что со всеми людьми всегда всё это бывает. Это всё ясно, это всё понятно. Мы всё это обсуждать не будем. Давайте обсудим сам граффити, саму граффити и так далее. Вообще, постоянно BlackRush делает вот такие вот красивые рендеры, красивые вот эти вот все снимки экрана, всё это вот прочее. Я не знаю, как они всё это делают, потому что в игре всё выглядит очень пиксельно, всё выглядит очень плохо. Разумеется, какая у вас там диагональ монитора, какая у вас там диагональ матрицы в телефоне и так далее. Тем не менее, всё это выглядит очень плохо и, как лично мне кажется, что это граффити, оно будет выглядеть немного не так, а будет выглядеть как какой-то мыльный кусок. Как они снимают вот эти вот скриншоты, на которых всё выглядит идеально, остаётся большой-большой загадкой лично для меня. Не знаю, как для вас, но для меня прям вот максимально прям вот дичайше, звонко, по красоте и по всем прочим делам оно остаётся именно так. То есть, сам вот этот вот скриншот, сама вот эта вот картинка, она, конечно, выглядит впечатляюще, замечательно. Ты смотришь и думаешь, вот он, Рома, ой, вернее, чуваки, которые делают скриншоты на Black Rush, неужели? А то до этого там то машины без колеса, то ещё какие-то вот идёт всё прочие вещи. А тут вполне, так знаете, нормально, прикольно, классно и понятно. Но то, что всё это граффити будет, будет оно, правда, в каком-то, блядь, загашнике, что абсолютно точно, ну, несоизмеримо с гением Балабанова. Хотя Балабанов всегда говорил, что фильм «Брат» это, типа, ну, так себе и вообще не стоит как-то всё это воспринимать так, как его восприняли. И, типа, ну, такой-сей, то, что сейчас всё это добавляют в Black Rush, это только подчёркивает то, насколько Балабанова, возможно, не поняли в данном фильме. И, типа, не особо хорошо, не особо правильно. Однако, я что ли буду указывать разработчикам Black Rush, как делать? То есть, они захотели добавить Сергея Бодрова, который уже давно умер, и, типа, или Данила Багрова, потому что он в образе вот всём, типа, Сергей Бодров, он в образе Данилы Багрова. И тут, я думаю, вы должны всё это понять, разузнать и так далее. Однако, вы можете выразить своё мнение по поводу всего этого граффити в комментариях. Вот, вы, как бы, его сейчас видите, если я не поленился всё это вставить. И, в общем-то, всё это будет именно так. Я играю на 11-м сервере Black Rush и Indigo. Заходите, узнавайте, познавайте, скачивайте, устанавливайте, делайте все прочие вещи. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока и, разумеется, до свидания. Вводите мой никнейм Данила КПРФ и промокод хэштег ЗДС. Вся информация в описании. Субтитры сделал DimaTorzok